Сегодня российские коммунисты отмечают 60-летие со дня смерти Иосифа Сталина. Сторонники КПРФ возложили цветы к могиле генералиссимуса у Кремлевской стены. В то же время споры о роли Сталина в истории бывшего Советского Союза не стихают все эти годы. При этом, по данным опросов, каждый третий россиянин относится к Сталину положительно, а те, кто ненавидят вождя народов, остались в меньшинстве. Евгений Маслов разбирался в расколе оценок деятельности и наследия Сталина. 60 лет со дня смерти Иосифа Сталина Коммунистическая партия России отметила шествием с его портретами по главной площади страны. Митинг у стен Кремля собрал более тысячи человек. Для них вопрос о том, какую роль советский диктатор сыграл в жизни России, уже с готовым ответом. Сталин для нас это боевое знамя. Сталин сделал для своей страны очень-очень много. Фигура Сталина и его наследие еще 10 лет назад в российском обществе оценивались в большей степени негативно и ассоциировались с массовыми репрессиями, гулагом и расстрелами сотен тысяч советских людей. Но политический вектор в этом смысле начал меняться. Сталинскую Россию и ее систему новая политическая элита страны не любит жестко критиковать, а на расстрелах и репрессиях уже не акцентирует внимание. Сегодня день памяти Сталина, человека, который 30 лет стоял у руля советского государства и поднял его, по сути дела, к вершинам великих побед и космоса. В отличие от современной политической элиты, для большинства российских журналистов, судя по публикациям в прессе, оценка роли Сталина диаметрально противоположна. Его называют тираном и диктатором, загнавшим полстраны в лагеря. А насажденная система тирания власти из политической традиции, как считают в обществе мемориал, не выветрилась до сих пор. В течение 1937-38 годов было осуждено примерно полтора миллиона человек. Из них 700 тысяч человек, или чуть больше, там есть более точные цифры, были осуждены к расстрелу. Из этих 700 тысяч человек, которые были осуждены к расстрелу, 90% вообще говоря и не знали, что их осуждили к расстрелу до момента, когда уже смертная казнь была, приводилась в исполнение. Согласно последним опросам, 27% россиян, в основном старшего поколения, испытывают к вождю народов уважение, 6% симпатию, 3% восхищение. Однако большая часть, 30%, к бывшему вождю народов, относятся безразлично. На фоне этой статистики либеральной политики заговорили о необходимости повторной, десталинизации страны. «Яблоко» видит своей важнейшей задачей создание политического вектора, политической составляющей, я подчеркиваю слово политической, процесса десталинизации в России. Сама кончина Сталина до сих пор окружена огромным количеством мифов и версий. Согласно одной из них, он стал жертвой заговора. Но у конспирологических версий, как считают эксперты, конкретных подтверждений нет. Неоспоримым остается лишь тот факт, что с уходом Сталина Советский Союз постепенно вступил в период либеральных реформ и экономического процветания, а наследие диктатора было осуждено самой партией и забыто. В этом историки сходятся и по сегодняшний день. Евгений Маслов, телекомпания «РТВАЙ».